Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Отвечая на вопрос, когда нужно прищипывать верхушку томатов, я пришла в огород, чтобы показать вам все наглядно. Вот это у меня сорт, любимый праздник. Это крупноплодные томаты. И крупноплодность это их преимущество, их самое главное качество. Они крупноплодные, мясистые и уже сейчас, в начале июля, в первой половине, они вот такого размера. Нежнее кисти, очень хорошо налились. Сейчас покажу на всех кусках, причем видите какой огромный плод. Вот сейчас на примере крупноплодных томатов я вам покажу, как прищипывать их. Вот видите какие они, они огромные уже, в руку не влазят. Про такие томаты я говорила, что нужно оставлять 5-6 кистей, не больше. Если мы оставим больше, они измельчают и не получится вот такого огромного, мясистого, такого традиционного помидора. Вот начинаю считать. Я специально даже отвязала его немножко. У меня первая кисть налилась полностью на этом кусте, дальше идем. Наливается вторая, начинает наливаться третья. Тут же у нас, вот она четвертая, пятая, тоже уже отцветает. И вот она шестая. Все, этому томату больше не вынести нагрузки. Значит я уже сейчас могу, оставив два листика, прищипнуть. Хотя традиционные сроки прищипки у нас в сибирском регионе после 15 августа. Но ведь томаты разного сорта. Если, например, мелочь, мелкоплодные, они могут выносить как за месяц и отсвести, и завязать, и сформировать плод, и созреть. То вот такие огромные томаты, огромные, вот он до 1,7 кг, если при хороших условиях, может быть 1,5 кг томат. Но у нас, конечно, в Сибирь короткое лето таких у нас не бывает. И это если меньше оставлять кистей, там 3-4 кисти, я оставляю 6 кистей, но все равно он огромный. Это томат гигант. Если я оставлю больше 6 кистей, они у нас не вызреют. Значит, ту и эту макушку я могу смело прищипнуть, ограничить точку роста. Все. У меня вот на кусте сейчас, в первой половине июля, уже 6 кистей. Именно столько, сколько нужно этому сорту. Так что на вопрос, когда прищипывать томаты, однозначного ответа нет. Вы должны понять одно правило, что на крупных нужно прищипывать раньше, потому что вот эта вот шестая кисть, которая сейчас цветет, вот последняя самая. Ну тут на солнце плохо будет, наверное, видно. Она не скоро завершит весь свой процесс жизненный. Это ей надо отсвести, завязаться, сформировать плод. Плод, чтобы вызрел, стал спелым, вкусным. А если он останется маленьким, вот таким вот как, ну как с яблочко, смысла нет его. Он будет, даже если он покраснеет, он не будет ни вкусным, ни сладким, потому что это сорт крупноплодный. И вот все вот эти у меня сорта, которые крупноплодные, я вот посчитала сейчас вот на этом вот, вот так прошлась по кусту. У меня уже по 6 цветочных, то есть плодовых будущих кистей есть. И мне уже сейчас нужно делать прищипку. Другой вопрос, если сорт мелкоплодный, кисти с маленькими томатиками, то их можно выращивать до средины августа. Вот у нас в Сибири прищипывают после 15 августа. Вторая половина августа можно смело обрезать все верхушки у томатов. Следующие, все последующие кисти уже не успеют вызреть, сформироваться и вызреть. Вот этот видеоролик, это ответ на вопрос, когда нужно прищипывать верхушки у томатов. Прищипывать нужно в разное время. Потом зайду в теплицу и отдельно расскажу вам, когда и как я прищипываю верхушки у индетерминатных сортов томатов. Вот у меня сейчас уже многие уперлись в потолок и все спрашивают, нужно ли их прищипывать или обрезать. Об этом будет разговор в другом видеоролике. Но сейчас я хочу до вас донести, что на крупных томатах, посчитайте, если у вас 5-6 кистей цветочных уже есть, верхушку можно ограничить в росте. Слава Богу, что если хоть эти 5-6 кистей у вас нальются, сформируются, поспеют и будет хороший урожай. 6 кистей на крупных томатах это очень много. Возможно, 6 кисть даже не успеет созреть, потому что вот у нас короткое лето. Но 6 я все равно оставляю. Если я потом увижу, что он не успевает, я его могу и потом уже с мелкой завязью общипнуть. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Набираете Ольга Чернова, город Биск, Алтайский край. Там все мои статьи, фото и видеоматериалы. Желаю всем хороших-хороших урожаев. Субтитры создавал DimaTorzok.